Всем привет! Это обзор на коленях от Калины Красной и сегодня у нас вот такая фигурка Боба Фетта. Это необычная фигурка, она из праздничного выпуска Звездных Войн новогоднего. По-моему, это вообще первое появление Боба Фетта. Здесь не совсем его обычный костюм. Он такой слегка голубоватый, здесь также у него нет джетпака, но есть шлем и бластер, с которого был взят как оригинал бластер Мандалорца по недавно вышедшему сериалу. Что ж, давайте скрывать, давайте собирать его. Пока китайцы вот вас хорошо заклеили. Фигурка стоила, по-моему, порядка 100 рублей, около 100 рублей. Пришла она супер быстро, супер быстро. Такие детальки у нас, так. Можно будет не забыть плащик. Кстати, плащик, вот я сейчас приближу. По качеству стали лучше делать китайцы. Да, прям очень приятные. Обычно он такого, как, не знаю, из стекловолокна, но в этот раз прям по ощущениям просто, можно сказать, потрясающе. Что ж, давайте собирать. Так, плащик. Так, потом у нас вот такая специальная накидочка, чтобы можно было прикрепить бластер. Лицо. Так, пока лицо. Так, хочется сразу отметить то, что очень руки, руки очень туго заходят, что не может не радовать. Что определенно не может не радовать. Даже вот с трудом. Оп, зашла. Вот так вот сместим. Сюда, я так понимаю, вот такая вот вещь. Визор. Вот, шлем. Посмотрите, обратите внимание на шлем. Почему вообще я именно эту фигурку захотел заказать? Ну, во-первых, она редкая. У Lego такого точно еще долго времени появится. И почему-то именно, я не помню, у кого заказывал, но здесь визор просто идеально напечатан. На других фигурках мандалорцев, которые я впоследствии вам покажу, которые я уже заказал и скоро сниму на них обзор, там печать смещена вверх. Здесь она для китайского Lego, она идеальна. Вот, возьму сейчас пример оригинального китайского Мандалорца, китайского настоящего Lego. И то есть, ну, видно то, что достаточно очень хорошо напечатано здесь. Вот обратно. Надеваем шлем. Так же плотно сидит. Вообще отлично. И бластер ему назад. Или назад, или в руку. Пока назад. Как-то так, или вот так. Вообще, как-то так является. Что ж, давайте поподробнее на нее посмотрим. Но просто порицающая фигурка. Просто посмотрите, если видно, как приливается принт. Он такой золотистый, оранжевый. Просто качество. Вроде как даже ничего не смещено. Да, вроде не смещено. Но если заметите брак, то напишите обязательно. Так, это у нас принт на руке. Так же переливающийся красный. Просто классный. С такой же вот оранжевенький слегка. Здесь тоже он. И посмотрите, как напечатано символ гильдии охотников. Просто. И... Я уже забыл, как называется. Вот это оружие у него боковое. Откуда? Огнемет. Просто идеально. Здесь также принт. Но доставать я его там не буду. Вначале, если вы его хорошо видели, можно посмотреть. Но он также там потрясающе напечатан. Фигурка просто, просто, просто волшебная. Я ее всем советую. Отвалилась. Но такая деталь незначительная. У Lego, по-моему, точно так же отвалится. Так что в этом нет большой проблемы. Вот, поближе еще раз. Просто отличнейшая фигурка. И качество плаща, и сам по себе шлем. Просто идеально. Ну и стандартная подставка. У нас подставка и лишняя рука в комплекте. Что ж, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик. Скоро будет новое видео. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok